Всем огромный-огромный привет, мои любимые девочки. Спасибо всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хочу рассказать о фаворитах этого года. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятно. Вот и заканчивается этот для всех для нас тяжелый год, 2020, високосный год, за который произошло столько всяких не очень, может быть, положительных событий, которые первый раз за все время, что я живу долгое время, нам пришлось сидеть дома, испытать пандемию. И даже никто бы не мог подумать, что такое случится в нашем современном мире, что найдется инфекция, которую будут бояться все. И после того, как я переболела, как оказалось, что не все так страшно, как нас пугали постоянно. Ну, конечно, для молодых организмов здоровых, у которых более-менее хороший иммунитет, естественно, для людей в возрасте это не очень хорошо. В общем, не будем о плохом и грустном. Сегодня у меня видео будет с хорошим настроением, с позитивом. Хочу привить вам новогоднее настроение, придать какой-то радостной нотке в вашу жизнь и рассказать кратенько о своих фаворитах. Все-таки они у меня были, хотя и, конечно, их было немного, потому что по роду своей деятельности я много всего тестирую. И, конечно, когда вот этот идет поток всяких продуктов, трудно уловить то, что действительно тебе нравится, потому что мне приходится чем-то попользоваться и откладывать, пользоваться чем-то другим, пробовать. И так вот ты забываешь, что тебе конкретно нравилось вообще и нравилось ли. И попользовавшись там неделю-две, ты практически не успеваешь понять, нравится тебе продукт или нет. Поэтому в фаворитах, именно в то, что меня цепляет, у меня остается крайне мало продуктов. Ну и, конечно, в этом видео будет не только о косметике, и даже не столько о косметике, а просто поговорим, поболтаем с вами о том, что же мне нравилось в этом году. Кратенько, кратенько, буквально там пару слов расскажу о том, что же все-таки меня зацепило из косметоза. Начну, наверное, с уходовой косметики. Мне очень понравились вот такие вот лимитки, кремовые, вкусные, муссовые, как я люблю все. От Фаберлик, это серия смузи, которая была, появилась в этом году. Я думаю, что это не лимитка, она будет стояна в каталоге. Очень красивые баночки, маленькая упаковочка, конечно, здесь, но сделано все действительно как смузи. В данном случае у меня это ревень, он у нас еще есть в уходе. И у меня в запасах ананас. А все остальное мы уже использовали, мне очень понравились эти гели для душа. Они кремовые, они очень приятно пахнут и совершенно не сужат кожу. Очень приятное оформление у них и необычные такие, вот, например, с ревнем я еще ничего не пробовала. Пахнет для меня почему-то малинкой этот ревень. Какой-то такой малиново-ягодный аромат для меня, очень приятный и который остается на теле. И вот эта серия, которая вышла совсем недавно, это Бьюти Кафе обновленная серия. Тоже думаю, что она еще долго будет в каталогах. И мне понравилось, что у них вышли обновленные всякие ароматики. И вот этот аромат бананового мусса, меня он зацепил, покорил. Также черничного пирога и всех остальных тоже мне, конечно, нравится. Но вот это что-то новенькое, то, что не было ранее. А новенькое, как обычно, всегда остается любимым. Поэтому это осталось у меня прям в фаворитах и в моих любимчиках. Я осталась в огромном восторге от такого скраба для тела. Пускай он не особо скрабирует, но он заставляет мне истинное удовольствие, наслаждение, просто когда я им пользуюсь. Это у меня питательный скраб для тела, манго и семена чья, который я покупала на Валберес, по-моему, да, или в Азоне, не помню, в общем. Он настолько аромат, у него просто настолько аппетитный, что когда я его нюхаю, у меня текут слюнки. У меня такое ощущение, что это какой-то манговый десерт с семенами чья. Он настолько пахнет натурально. Вообще химозинки совершенно не чувствуются. Я просто наслаждаюсь, когда им пользуюсь. Честно говоря, мне даже жалко его использовать. Он состоит из двух фаз. Тут идет сверху такая гелевая фаза. Она имеет какие-то мелкие-мелкие скрабирующие частички, которые практически ничего не скрабируют. И снизу кремовая уже такая текстура с семенами чья. Это десерт, девочки. Это десерт, это то, что меня просто влюбило в себя. Я обожаю такие ароматные, аппетитные штучки. И я просто влюбилась в этот скраб для тела, который просто доставляет мне удовольствие. Так же, как и вот малиновый, есть Фаберлик скраб, который просто приятно им пользоваться. Сам по факту он, конечно, ничего не скрабирует. Но пользоваться им просто само удовольствие. Это что касается всяких уходовых штучек. Также, конечно, я люблю кислоты. У меня кислот довольно много в уходе. Я их использую сейчас очень активно. У меня кожа уже довольно привыкшая к кислотам. Поэтому какой-то маленький процент кислот меня уже практически не берут. На мне особо не ощущаются. Но вот понравился мне вот этот вот 5% тоник, придающий сияние от Эвелин. Это полный аналог тоника от Пикси знаменитого, который у меня тоже был. И который по факту делает то же самое, что и этот. Очень бюджетный тоник. Он очень хорошо действительно подсвечивает, выравнивает тон лица. И для девочек, которые еще не привыкшие к кислотам, он будет, наверное, более явно заметен результат. Но и даже мне он понравился. С привыкшей к кислотам кожи от него виден результат. В общем, классный бюджетный тоник. Могу его посоветовать от всей души. И вот эти два средства с ретинолом, которые очень полезны для моей возрастной кожи. Я тоже не могла пройти мимо. Это осветляющий лосьон против пигментных пятен от Skin Studio от Stellary. Стоил очень-очень бюджетно. Покупала его по скидке в Magnet Cosmetics, там что-то за 149 рублей всего. И он идет как раз для зрелой кожи. У них есть целая серия вот эта белая для зрелой кожи. Но я взяла себе только тоник, потому что и так у меня куча всего в уходе. И я его использую как раз вот с этой вот сывороткой с ретинолом от Билента. И вместе они представляют себе прекрасную парочку. Значит, этот тоник, он также очень хорошо подсвечивает и осветляет слегка пятна пигментные. Не сильно, конечно, да, не явный результат от него. Но легкий, приятный тоник, который действительно выполняет хорошо свою работу. И вот эта сыворотка, которая по факту не является сывороткой, она как крем с керамидами, с ретинолом. Очень классная, мне нравится ее эффект. Она отлично увлажняет, питает кожу. И действительно ретинол тоже здесь ощущается. Я вижу результат от этой сыворотки на своем лице. Пользуюсь ею довольно регулярно, на ночь, вот этой парочкой. И меня это прям очень-очень радует. Хорошая парочка, тоже могу ее посоветовать. Что касается декоративки. Здесь было, ну, чуть-чуть побольше, может быть, из-за любимчиков. Я влюбилась просто вот в этот спонжик от Шик. Те, кто любит такие вот спонжики. Я раньше пользовалась спонжиками из фикс-прайса, но они степенно-постепенно испортились. И сколько бы я потом их не покупала, они уже резиновые. Они очень сильно много впитывают в себя средства и становятся очень сильно пористыми. Это же, это просто какое-то облачко. Я настолько влюбилась в этот спонжик. Он, конечно, белый. Его тяжело отстирать, но он отстирывается. Ему уже полгода почти. Посмотрите, я его сейчас постирала, и на нем практически нет пять. Он, конечно, не кипельно-белый такой, как был новый. Но, тем не менее, он хорошо отстирался. Настолько он мягкий. Им даже можно пользоваться не намочив. Иногда я даже так его использую. Но, конечно, когда его намочишь, он просто как суфлешка, как облачко. И он совершенно не впитывает в себя тональный крем. Это просто идеальный спонжик. Я кажется, что это даже лучше, чем бьюти-блендер. Хотя оригинального бьюти-блендера у меня не было. Но стоит он что-то около 300 рублей. И он действительно стоит своих денег. Потому что за полгода он мне совершенно не крошится. Даже капельки от него нигде не отвалилось. Я надеюсь, что так и будет дальше. В общем, советую, советую, советую. Из тональных средств я влюбилась просто в этот кушен от Limonis. Вообще, конечно, кушены. Это такая себе история. Не всем они подходят. В основном они вызывают какую-то жирность, шелушение подчеркивает. Этот же создает просто идеальное покрытие. Конечно, он стоит небюджетно. У меня он называется вот так вот. All Stay Cover Cushion. И он подходит мне просто идеально для моей возрастной кожи. Он и по цвету мне подходит замечательно. И он настолько хорошо выравнивает тон кожи. Создает такое идеальное покрытие, которого у меня никогда, наверное, не было на лице. Я пользуюсь им сейчас довольно часто. И просто наслаждаюсь. Также могу сказать очень хорошие слова про этот BB крем от Reluie, который я совсем недавно заказывала с Белорис, но он меня уже покорил. Я тоже им пользуюсь довольно часто. Хотя сейчас я крашусь крайне редко, только для видео. Но, тем не менее, это отличный аналог, бюджетный аналог, так скажем. Ну, может быть, не совсем. Он не такой уж бюджетный, но стоит 300 с чем-то рублей. Около 400, смотря где, на каком сайте. Я покупала по скидке за 300 с чем-то. Он содержит в себе SPF 22. И в нем он действительно создает идеальный тон для меня. Это хороший бюджетный аналог крема моего любимого тонального от Enav Collagen. Я вам его показывала, сравнивала во влоге как-то. Он такой же с серым подтоном, но он настолько хорошо мне выравнивает тон кожи, настолько создает для меня идеальное покрытие. Я вообще люблю корейские BB крема, которые с сероватым подтоном. Они идеально мне подходят. Ну, вот тех, у кого, наверное, желтый подтон или розовый, может быть, он не так подойдет. У меня, по-моему, более нейтральный подтон кожи. В общем, это отличный аналог этому знаменитому Enav. Могу посоветовать. Посмотрите, девочки, мне он понравился. Очень, с огромным удовольствием я сейчас пользуюсь вот такой вот пудрой от Evelyn. Это банановая пудра. У них есть еще такая персиковая, но я понимаю, что они отличаются только по аромату. По факту очень хорошая рассыпчатая пудра. Я вообще в последнее время перешла именно на рассыпчатые пудры. И пользуюсь в основном ими дома. Где-то на улице я пользуюсь в основном матирующими салфетками. Только и все. Она пахнет приятно, очень бананом такой. Немножко, может, химически, но мне он нравится этот аромат. Она идеально матирует лицо. Создает красивое покрытие. И при этом не подчеркивает вот эту бархатистую текстуру кожи, так скажем. Персик они делают из лица. Очень мне понравилась эта пудра. Классная. Консилер. Вот этот от Faberlic впечатлил меня за последнее время. First Class. Это очень удачный консилер. Он многим, многие жалуются, что он сушит кожу. Но мне ничего, он не сушит совершенно. У него очень большой спонжик. А я люблю консилеры с такими крупными спонжиками. Они для меня проходят идеально. Он очень хорошо выравнивает кожу. Он скрывает недостатки. Я его наношу и на пигментные пятна, и на какие-то пустакны. И даже под глаза. Мне он ничего не сушит совершенно. Поэтому, со всей души могу его посоветовать. У меня 63-42. Это, по-моему, средний тон. Он не самый светлый, но он мне подходит идеально. Что ж, 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 что ж. Две туши у меня за последнее время в любимчиков. Это, опять же, от Faberlic First Class. Вот эта вот тушь, которая делает из моих ресниц про Апахала, так скажем. Она идеально разделяет их. Она их удлиняет, делает объем, в общем, дает все, что нужно моим ресничкам. Хотя она не с моей любимой силиконовой щеточкой, а с обычной натуральной щеточкой. Но она настолько имеет классные щетинки короткие и отлично прочесывающие мои ресницы. В общем, тушь просто идеальная. Я в восторге от нее осталась. И также вот эта тушь Black Corset розовая от Belor Design, опять же. У нее уже силиконовая щеточка с другой конусообразной формой. Но тоже такие же мелкие щетинки, которые отлично прочесывают, придают объем. Она не осыпается совершенно и подходит и даже для зимы во влаге. Для меня это две самые идеальные туши. Подводка Evelyn. Вот такая вот стандартная, очень бюджетная. Меня прям впечатлила она. Она круто держится. Она совершенно не высыхает. Хотя ей уже у меня больше чем полгода. Мне послали, по-моему, еще весной ее. И мне нравится, как она держится в течение дня. Она не осыпается, не размазывается на моих влажных постоянно глазах. В общем, очень хорошая бюджетная подводка, которая меня порадовала. И совершенно не собираюсь сопнуть. Но, конечно, конечно, больше всего, это моя просто любовная любовь. Это сыворотка X-Lash. Никогда я не видела своих ресниц таких длинных. Это хорошо, что, конечно, мне прислали ее на тестирование. Потому что сама я вряд ли бы ее купила. Она стоит, конечно, дорого. Но я никогда не видела своих ресниц настолько длинными, настолько объемными. И как будто я их нарастила, честно говоря. Но сейчас потихонечку, конечно, уже, может быть, эффект становится менее ярко выражен. Хотя она у меня есть до сих пор. Я ей пользуюсь каждый вечер перед сном. Ее наносить надо как подводку на край века. И ресницы действительно растут. И при этом они потихонечку, конечно, начинают выпадать. Самые длинные, видимо, подтяжутся. А может, просто обновляются. Но эффект сохраняется. Не знаю, как он долго продлится. Но мне он очень-очень нравится. И, конечно же, вот этот мой любимый Clorans масло-бальзам. Я так рада, что его купила. Подарила себе, по-моему, его на день рождения или на какой-то праздник, уже не помню. Это просто идеальное для меня покрытие. Я вообще обожаю тинты. А это тинт масла. Ой, он пахнет приятно малинкой. У меня он в цвете 04. Instance Rosewood. И это для меня просто идеальное покрытие. Он делает эффект зацелованных губ. Эффект тинта на губах. Такой красивый малиново-розовый. Можно нанести совсем капелюшку. Разнести пальчиком по губам. И получаются просто красивые, нежно-розовые губки. Можно делать более интенсивные. И при этом он совершенно-совершенно не сушит губы. В общем, для меня это просто идеальная вещь. Я в восторге от него осталась в полнейшем. Вообще, конечно, давно хотела попробовать нечто подобное. И рада-рада, что его попробовала. И последнее, наверное, что будет из декоративки. Это вот эта палетка Vivian Savo, которая меня порадовала. И которой у меня в последнее время очень тянется рука. Это такая кристальная палетка. Палетка кристаллов. Конечно, она довольно своеобразная. К ней нужно приноровиться. Здесь и яркие цвета. И шиммерные. Они капризные немножко. Но мне настолько нравятся вот эти вот красивые цвета, которые можно нанести пальчиком. И они получаются такие, как блестящие голографики, шиммеры. И вообще, я люблю такие яркие акценты. Я совершенно не жалею, что выбрала именно эту палетку. Именно яркую с кристаллами. Необычную бежевую, которая тоже есть в этой коллекции. Я просто влюбилась в эту палетку. Она действительно классная. Хотя, конечно, к ней нужно приноровиться. Может, не всем она понравится. И последнее, самое последнее, что из косметики я покажу. Это, конечно, вот этот аромат браккард. Про который я прожужжала все уши. Который я пользуюсь сейчас практически каждый день. Даже дома. Вот мне хочется его ощущать. Я сижу дома. Никуда не хожу. Но я его хочу ощущать на себе. Даже вот я выхожу на балкон. От своих волос еще этот шлейф. Такой вишнево-кофейно-мускусный. И я не люблю такие ароматы. Но этот меня просто покорил. Не знаю, чем даже. Он довольно неплохой по стойкости. Ой, он напоминает мне какой-то люкс-люкс. И стоит 300 рублей. Но что еще нужно? Я, в общем, покорена полностью этим ароматом. Конечно, мне хотелось бы иметь люксовые ароматы. Нишевые ароматы. Но, к сожалению, пока я их не могу себе позволить. И ищу замену в бюджетных. Более бюджетных. Вот. Это что касается косметики. Ну и, конечно, поговорим с вами о моих любимых занятиях. Которые я так полюбила в этом году. Это, конечно же, картины по номерам. Спасибо тем людям добрым, которые прислали мне первый раз на тестирование картины. Я попробовала. Я никогда раньше не пробовала рисовать. Вообще рисовать это не мое. Я не настолько... Даже вот ребенку задают что-то на изобно рисовать. У меня помогает ему муж. Потому что он рисует значительно лучше, чем я. Для меня рисовать это как бы вообще не мое совершенно. Но тут что-то произошло. Какие-то шаблоны сломались. И я полюбила рисовать по номерам. Это моя вторая картина, которая уже практически закончена. Я хочу заказывать еще и еще. Потому что меня очень это успокаивает. Мне нравится этим заниматься. Меня это доставляет истинное удовольствие. Так скажем. Вот. Ну и когда я вижу результат, конечно, это не может не радовать. Особенно если такая качественная картинка, яркие краски. В общем, я в огромной-огромной восторге. Теперь, наверное, буду заниматься этим намного чаще и дольше. Не знаю, когда я перестану это любить. Но пока мне это доставляет действительно удовольствие. Вот. Конечно, я продолжала читать книги. Мне очень нравятся книги Старой Джио. В этом году она меня покорила. Я прочитала практически все ее книги. Некоторые станем моими любимчиками. Как такие, как «Фиалки в марте», «Назад к тебе». И последняя, которую я читала, предпога называется. В общем, три мои любимые книжки Старой Джио остались. Я хочу почитать еще. Похожие на них. Если ли как-то автор очень похожий. Тоже хочу несколько книг прочитать. Пока сейчас читаю. Март Леви, по-моему, называется. Книга тоже, кстати, довольно интересная. Потом расскажу, когда ее дочитаю. Но, в целом, я рада, что я читала весь этот год. Пускай, конечно, не так много, как хотелось бы. Но тяжело, конечно, когда ты и работаешь, у тебя семья. Надо ребенком учить уроки. И ходить на тренировки три раза в неделю. И рисовать при этом. Естественно, тяжело. Тяжело разорваться. При этом вести свой YouTube-канал. Снимать какие-то видео. Монтировать их. Благо, что у меня более-менее возможность такая есть. Я иногда и на работе монтирую. Ну, как бы, стараюсь находить на все время. Правильно говорят, что тех, кто хотят, ищут возможности. Тех, кто не хотят, ищут отмазки. Так вот и про меня тоже. Единственное, конечно, у меня никак не получается, может быть, окончательно, расстаться с моими лишним килограммами, которые у меня летом у меня получилось это сделать. Но потом я опять расслабилась. В общем, это мне надо постоянно себя контролировать. Каждый свой съеденный кусочек. А я так не могу. Я не считаю себя прям зависимой от еды. Но мне нравится доставлять себе какое-то удовольствие этим методом. Может быть, это неправильно как-то. Может, некоторые скажут, что можно от этого отказаться легко. Но для меня это довольно сложно. Если бы это было легко, то давно я бы уже попрощалась с этими ненавистными 10 килограммами, которые у меня есть, и которые никак не хотят меня покинуть. Что еще? Также я много смотрела в этом году сериалов. Сериалы, про которые я рассказываю вам постоянно. Я думаю, что все, кто смотрит мои блоги, знают, какие сериалы мне понравились особенно. Так, чтобы сейчас на вскидку вспомнить, конечно, это бывший меня впечатлил сериал очень. Один из моих любимых. Хотя я не знаю почему. Наверное, больше из-за актера. Хотя, по сути, я потом уже читала отзывы про него, что, да, действительно, там много несостыковок, много чего-то, ну, не знаю, чем-то он меня зацепил. А также еще другие сериалы. Казанова из последнего мне понравился. Вообще, как бы мне очень понравилось. Мы с мужем, когда вот еще до всей этой ситуации с моей болезнью, мы постоянно, каждый вечер у нас был ритуал, мы находили какой-то интересный сериал и смотрели вместе. Перевал Дятлова мне очень понравился. Из последнего, то, что мы с ним вместе смотрели. В общем, ну, конечно, интересно, интересно время провождения, находить какие-то общие интересы с мужем обязательно, обязательно надо. Катание на велосипеде у нас летом с ним общий интерес. И я очень рада, что в этом году мне удалось съездить в два места. У меня была давняя моя хотелка. Это за лето съездить куда-нибудь в два места. Пускай, конечно, не так, как я хотела, не в те совсем места. Я очень жалею, что поехала в Поданапу, в этот поселок. Я один раз туда съездила, больше я туда ни ногой, совершенно ни ногой. Мне там совершенно не понравилось. Но все-таки опыт бы такой должен был. Я хотела попробовать, что это такое, почему все туда ездят. И я поняла, что это совершенно не мое. Мне нравится больше все-таки в стороне Сочи, туда. И мы теперь с мужем хотим в Абхазию еще раз съездить, потому что нам в Абхазии очень понравилось. Это больше всего нас впечатлило место из последнего, где мы были. Это Абхазия. И, конечно, я очень рада, что мне удалось съездить в Москву с дочкой. Мы до сих пор с ней вспоминаем постоянно эту нашу поездку. Она настолько нас впечатлила, настолько она порадовала нас. И это был самый лучший мой подарок мне на день рождения, самой себе. И ничего лучше я просто себе не могла придумать, потому что эта поездка оставила просто неизгладимое впечатление на долгие-долгие годы. Я не знаю, когда еще я туда вырвусь. Но и дочка, и я остались под огромным впечатлением от этой поездки. Столько положительных эмоций получили. Столько мне так нравится, что мне удалось сходить на презентацию. Я увидела, познакомилась с интересными людьми, увидела много интересных мест. И каждый день нам удавалось побывать в каком-то интересном месте. Ой, я очень-очень рада, что мне все-таки это удалось осуществить. Так вот прошел этот год. Завершается он, конечно, не очень, может быть, позитивно как-то. Но я стараюсь как-то не опускать, а быть на позитиве. Стараться находить какие-то приятные моменты в жизни. Иначе будет совсем как-то тяжко. Вот. Спасибо всем большое, мои хорошие, кто меня смотрел. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно. Пишите обязательно, что впечатлило вас в этом году. Что стало фаворитом этого года у вас. Что понравилось. Может быть, занятие какое-то любимое, фильм. Что вас впечатлило в этом году особенно. Ну и косметика, конечно, тоже куда без нее. Конечно, может быть, косметика сейчас не так интересна уже, как раньше. Но я все равно продолжаю. Все-таки я бьюти-блогер была изначально. Потом как-то стала переходить на влоги, когда людям стала интересна больше обычная жизнь людей. Но, тем не менее, все равно какая-то частичка жизни отдается этому. Это мое хобби. Оно продолжает быть уже много лет. Пускай канал мой не такой популярный, как хотелось бы, конечно. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он стал более популярным. И я очень-очень на это надеюсь, что когда-нибудь все-таки это осуществится. Спасибо всем большое, мои хорошие. С наступающего вас Нового года. Всех вас люблю. Целую. Желаю вам счастья, здоровья вашим семьям. И всего самого-самого хорошего. Пока-пока.